Первый способ – задержка дыхания. Если просто не дышать под водой, то в нос все равно затекает вода. Ну а если поднять голову вверх, то вода попадет внутрь намного быстрее. Второй способ – держим рукой нос. В этом случае вода не попадет внутрь, но с таким вариантом далеко не уплывешь, поэтому он так себе. Третий способ – выдох через нос. Когда мы выдыхаем через нос, образуется воздушная пробка, и она не позволяет воде попасть внутрь. Но если мы поднимем голову вверх, нужно будет выпустить пузыри через нос. И тогда вода также не попадет внутрь. Четвертый способ – губки бантиком. Закрываем верхней губой свои ноздри. Это, конечно, самый смешной способ, но зато эффективный, и вода 100% не попадет внутрь. Пятый способ – это зажим для носа. Надевается он поверх душек носа и закрывает полностью ноздри. Но минус – он часто теряется и ломается. Но зато с ним вода также не попадет внутрь.